Приветствую вас, Елена. Ну, смотрите, ситуация обстоит таким образом, по большому счёту, что вы сомневаетесь в себе, да, вы сомневаетесь в том, что насколько вы, может быть, сексуально привлекательны, вы сомневаетесь в том, насколько вы сексуально интересны мужчине, и из-за такой неуверенности в себе, вполне вероятно, вам и плохо. Вот. То есть, изначально, изначально уже есть какие-то сомнения в себе, изначально некое поведение мужчины по отношению к вам, вы воспринимаете, ну, вот, в таком ключе, да, в ключе, негативном ключе вы воспринимаете. Вот. И это означает, что вы в себе сомневаетесь. Это означает, что вы в себе, вообще-то говоря, изначально сомневаетесь. Вот. Ага. И есть, по-видимому, причины, причины, из-за которых вы в себе сомневаетесь, изначально вы в себе не уверены. Это с одной стороны. С другой стороны, с другой стороны, сексуальное поведение тоже можно, в принципе, скорректировать, потому что, если мужчина, например, не хочет, это не значит, что вы должны оставаться сами без секса, да? Вот. Как бы. И здесь очень важно, чтобы вы, ну, подкорректировали. Своё поведение. Чтобы вы, возможно, более чётко заявляли о себе, чтобы вы, возможно, более чётко, чётко просили и требовали. С того, что вам нужно. И так далее. То есть, это очень такой момент, серьёзный, достаточно. Вот. То есть, с одной стороны, это коррекция ваших представлений о себе и повышение их устойчивости. А с другой стороны, это, в общем-то, корректирование вашего сексуального поведения. Вот. Я хочу, чтобы всё это было более гармонично. Наконец... Сам dónde будет KC. Мужчина может, в силу своих особенностей, в том числе личных, Взаимно исключать любовь, да, и секс. То есть пока любовь есть, секса нет. Пока секс есть, любви нет, к сожалению, да, вот, ну и там наоборот, соответственно, вот, то есть это все вот такие, ну, серьезные достаточно проблемы, серьезные достаточно трудности. Вот, которые можно скорректировать, если человек сам видит в этом проблему. Вот, такая вот история. Вот то, что я могу вам сказать. То, что можно вам ответить. Да. Ага. Вам коллега Марина Голикова, значит, говорит о том, что где здесь вы. Да. Вот. И что вы не отделяете себя от человека. Что человек влияет на вас. Что он вам настолько дорог. Так, получается, что изменение его отношения к вам, изменение его отношения к вам влияет на ваше восприятие себя. То есть необходимо посмотреть на мой взгляд, для чего мужчина вам нужен. Нужен. Собственно говоря. То есть, вот, какие, какие вы цели хотите достичь с ним. Чем он вам дорог. Так. То есть, очевидно, что здесь дороговизна мужчины, она связана с чем-то, с чем-то, что вы хотите получить для себя. Вот. И, вследствие этого, такая вот цепная реакция происходит. То есть, вот, на эти элементы, в целом, нужно обратить внимание. Ваше, на мой взгляд. И тогда будет понятно. Ну всё. Если вы как-то комплексуете, если вы как-то вот в себе сомневаетесь, да. Если вы как-то в себе не уверены, если вы склонны там себя обесценивать и прочее, то, конечно, есть в этом определенная сложность. Безусловно. 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 По-другому здесь просто не может быть. Вот. Такая история. Сейчас я перечитаю ваш вопрос. Так. Так. Секс предложил буквально втором свидании. Под началом близких отношений тема секса была открыта. Иногда в прибытике обсуждали в игривом ключе. Встречались очень редко, но близость присутствовала. Так. То есть, здесь нет эмоциональной связи между вами и мужчиной. Потом мы расстались на 4 месяца. Так встречались очень редко по отношению к себе. Я не чувствовал душевной заинтересованности. То есть, не хватало духовного элемента в отношениях. Недавно возобновили отношения. Началось странно. Мужчина более открыт к встречам. Более откровеннее. Каждый день звонит, встречает. Проводим время вместе чаще, чем раньше. Но секс точно нет. Да, у мужчины произошло замещение одно на другим. К сожалению. Вот. То есть, человек, ну, грубо говоря, заменил. Вот. Ну, в какой-то степени. Близость. Ээээ. Ээээ. Сексуальную. Да. Ээээээ. Насится, значит, ближестью духовную. Ээээ. Ээээ. В этом есть, конечно, определенная проблематика. Вот. Ну, здесь нужно смотреть и анализировать, как обстоят дела. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго.